Город сказка, город мечта. В Запорожье подвели итоги третьего по счету конкурса соцпроектов «Мы – это город», инициированного запорожским промгигантом. На протяжении нескольких месяцев компетентная комиссия отбирала лучшие идеи в сферах благоустройства города, развития культуры и спорта, а также волонтерства и патриотического воспитания. Кто стал победителем в этом году, знает Марина Титова. Первый всеукраинский фестиваль битломании – книжный дворик для любителей читать и лекотека для родителей проблемных малышей. Все это ожидает Запорожье. Более 250 заявок и три месяца. Столько времени было у членов жюри конкурса «Мы – это город», чтобы выбрать лучшие проекты. Итог – 38 соцпроектов победителей и более 2 миллионов гривен на их реализацию. Именно вы лучше знаете те проблемы и то, что нужно сделать, чем знает любой чиновник, любой директор, любой начальник, любой глава района, любой депутат. И наша задача – это максимум поощрять. Я думаю, город получит много интересных проектов, которые улучшат жизнь тех людей, которые стремятся к этому. Они сделали очень большую работу. Еще большую работу предстоит сделать – это реализовать эти проекты. Грант на реализацию проекта получила и Хортицкая национальная академия. Там планируют благоустроить и озеленить зону отдыха. На эту идею представители учебного заведения получили 100 тысяч гривен. Это наша первая победа. Дендропарк на балансе нашего заведения состоит только 3 месяца. Это первый грант, куда мы подавались. Это наша первая победа. И мы надеемся, что наш дендропарк станет одним из лучших в Украине. И это будет не только жемчужиной острова Хортицы, а это будет жемчужиной Европы. Отличительной особенностью конкурса в 2016 году стало онлайн-голосование за народный проект. Благодаря поддержке неравнодушных запорожцев в городе появится мини-футбольное поле для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Организаторы говорят, уже к концу 2016 года, благодаря выделенным грантам, в Запорожье появятся новые велопарковки, спортивные детские площадки, а также зеленые зоны.